Сейчас закат пятой расы, потому что мы с вами действительно зашли в немыслимый, я бы сказала, грехопадение. Если раньше даже в Библии считалось развратом мужеложества, то сейчас, в общем-то, я сама с удивлением целый месяц смотрела по телевидению в Англии, как показывали браки голубых, которые освящались католической церковью, и как нежно они со слезами на глазах радовались регистрации своих отношений, точно так же и женщины-лезбиянки. То есть это не считается грехом, а считается достижением демократии. Если раньше девушка выйдет замуж, оказывается, женщина, это был позор, всему роду ее выгоняли. А сейчас позор после 16 лет не стать женщиной. Сегодня запрет на добрачные и интимные отношения кажется пережитком прошлого. Зачем отказывать себя в удовольствии? Оказывается, все далеко не так просто. И суровые наказания за распущенность, до сих пор существующие, например, в мусульманских странах, вполне обоснованы с точки зрения сохранения наследственности и даже здоровья супругов и потомства. А даже ученые, биологи знают эффект телегонии, то есть перехода генной информации с одного человека к другому во время интимного контакта. И выяснилось это при одном эксперименте биологов, которые пытались обыкновенную лошадь скрестить зеброй. Ничего у них не вышло. И когда кобыла уже потом была скрещена с нормальным жеребцом, не с зеброй, она родила от нормального жеребца. Но у ее ребеночка, жеребеночка, были полоски зебры. То есть были случаи во время Московской Олимпиады, когда женщины, переспав с негром, благополучно не рожали, то есть предохранялись. А потом выходили замуж за белого и рожали от него негра. Об этом ярко и громко не говорят. Но представьте себе, что у девушки 2, 3, 4 парня. Сколько же информации из этих родов она соберет себе? А у парня 2, 3, 5 девушек. А сейчас бывает и больше. То есть он уже собрал информацию из этих родов себе, и он никуда от нее не избавится. И я очень часто говорю, тем, кто свободно и легко относится к интимной жизни, у вас рождается не ребенок, а генномодифицированный продукт. Только верность своему мужу или жене может принести настоящее счастье и благополучие. Чистота интимных отношений – это единственная гарантия того, что дети будут от любимого и будут нести в себе все богатство наследия двух соединившихся родовых линий. Всем членам рода важно, какой вклад внесут будущие родители в судьбу и здоровье наследника. Именно поэтому на свадьбу обязательно должны давать согласие и родители. А нынешней молодежи внушено, что родители не должны вмешиваться в выбор спутника жизни. Все остальное тоже очень наглядно. Ранние половые отношения, аборты – это до такой степени античеловечно, что даже говорить об этом не стоит. Но все это разрешено, и все это в порядке вещей. Россия держит печальное первенство в мире по количеству абортов. Ежегодно мы теряем нерожденными более миллиона детей. Что это как не убийство? Кто о нерожденных скорбит? А ведь в буддизме возраст человека считается не с момента рождения, а с момента зачатия. В утробе человек уже живет. Он все чувствует, понимает, реагирует на события в жизни матери, как на свою жизнь. И беременным женщинам, и будущим папам психологи рекомендуют общаться с детьми уже в утробе, петь им колыбельно и разговаривать. А мамы и папы идут и убивают того, кто является их продолжением в этом мире. Об этом стихотворение неизвестного автора. Я – ребенок, не родившийся на свет. Я – безродная душа по кличке «Нет». Я – колючий холодок в душе врача. Узелок, людьми разрубленный с плеча. Пусть же будет вам легко, отец и мать, жить как все и ничего не понимать. Все равно я вас люблю сильнее всех, даже если вы забыли этот грех. Аборт – это убийство, и оно тем отвратительнее, что убивается родной ребенок, то есть родная душа. Она приносится в жертву материальному благополучию, общественному мнению и другим понятиям. Человечество, забывшее полевую и волновую природу мироздания, игнорирует вечные морально-этические нормы. Так оно вверглось в жертвоприношение, само не понимая этого. Судите сами, когда физическое тело ребенка начинает формироваться в теле матери, к нему уже спускается душа, ведь именно она дает жизнь, как электромагнитные волны оживляют молчащий телевизор или радио. Так и физическое тело человека оживляет биологическая и психическая энергия, которая окутывает физическое тело человека, создавая биополе. Это поле жизни, содержащее всю информацию о человеке, на Востоке издавна называли аурой. Так в ауре беременной женщины появляется аура ее ребенка. На Западе беременная женщина говорит «Я буду мамой», а на Востоке беременная женщина считает себя уже матерью, потому что у нее уже есть ребенок, он просто растет. Когда плод убивается хирургом и выбрасывается насильственно из тела матери, душа ребенка остается плененной в энергетическом поле матери и всю ее жизнь не будет иметь возможности перевоплощения. Ее никто не отпускал в Царствие Небесное, как отпускаются души покойников. Сделавшая аборт женщина не понимает, что совершила практически акт сатанизма. Она убила человека и оставила его душу мучиться. Но мучиться душа ее ребенка будет в ее собственной душе. Депрессии, трагедии ее душе уже обеспечены. Мало того, за убийство судьба наказывает, за убийство собственного ребенка вдвойне. Вот почему секс – это не развлечение, а моральное обязательство дать жизнь своему потомству. Развлечение сексом сродни развлечению римских гладиаторов, которые кричали «Убей его». Такие развлечения приводят к концу страны и цивилизации. Раньше аборт считался смертельным грехом. Сейчас – хирургической операцией. Часто человек до такой степени нагневил Бога, что не заслуживает продолжения рода. Раньше люди молились о ребенке, совершали паломничество. Сейчас же о промысле Божьем не вспоминают, а идут к ученым, которые научились его обходить, зачиная ребенка в пробирке. Почему ребенок из пробирки нет Бога? На Востоке существует древняя духовная практика – познание Бога через интимные отношения с любимым человеком. Именно в момент близости и наивысшей кульминации любви душа ребенка слышит родителей и спускается из высоких сфер. Чем более гармоничны родители, чем чище их мысли в момент зачатия ребенка, тем из более высоких сфер пространства придет в семью душа. Так рождаются одаренные высокие души. Если мир запрещает людям иметь детей, значит род принес много разрушения в мир и поэтому недостоин продолжения поэтическим и моральным законам. Субтитры создавал DimaTorzok